Андрей Яковлев, адвокат, эксперт регионального центра прав человека, управляющий партнёр адвокатского объединения «Амбрелла». С нами сейчас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. А по вашему мнению, почему до сих пор Россия не согласовала работу смешанных медицинских комиссий? Как это, в принципе, с той стороны объясняется? Ну и, как вы видите, почему такие препятствия с её стороны? Что скрывает? Наверное, причин очень много. Но основное это в том, что она пытки осуществляет постоянно. Это зафиксировано. Это не только Украина говорит, это и представители ООН заявляют. Соответственно, условия, в которых пребывают наши военнопленные, они, я уверен, вызовут возмущение, и, соответственно, они это скрывают. Кроме того, это элемент давления. Это элемент давления на родственников, на нашу страну. Они, наверное, рассчитывают, что родственники будут создавать какие-то неприятности и, наверное, вызовут протесты. Мне кажется, это специально инспирируется всё. Основное, конечно, то, что Россия не уважает норму международного гуманитарного права и, соответственно, всячески игнорирует. Она демонстрирует, что у неё свои собственные нормы, которые она применяет, и международное законодательство не важно. Наверное, вот эти причины. Хотя это вопрос риторический, наверное, их можно много найти, этих причин. Ну а есть ли ответственность за то, что она препятствует, скажем так, и, во-первых, не пускает туда представителей международных организаций проверить, в каких обстоятельствах содержатся военно-пленные с украинской стороны? Какая ответственность на нарушение Женевских конвенций? Как это вообще? Мне кажется, это очень хороший вопрос в том плане, что ответственности за недопуск нет. Это как бы нарушение международного права, но это не является военным преступлением. Но само обращение с военнопленными, пытки — это военное преступление. Поэтому они не дают доступ к нашим военнопленным для того, чтобы те, кто их увидит, могли утверждать и констатировать, факты такого серьёзного нарушения норм международного права, которые считаются военным преступлением. Соответственно, они совершают правонарушение, не пуская, но для того, и в том числе, наверное, это один из важных позиций, в том, чтобы скрыть наличие военного преступления. Потому что тот факт, что Россия всячески применяет пытки, начиная от приёмки, то есть когда попадаешь в плен, допросы, постоянное избиение, условия содержания, питание, которое не предоставляется, отсутствие связи с внешним мером — это всё как минимум военно-преступления, пытки. Соответственно, она это скрывая, рассчитывает, что не будет дополнительных доказательств, которые это подтверждают. Но это один из элементов. Вот что уже, возможно, можно рассчитывать, что это некий первый шаг согласования визита главного омбудсмена Турции, шерефу Малкочу. Как вы видите, какие шансы, что его пустят, проинспектировать эти места содержания украинских военнопленных? Сколько времени на это пойдёт? И не возникнет ли опять каких-то препятствий? Другого, возможно, представителя захотят? И почему согласились хотя бы на турецкого омбудсмена, как вы видите? Я рассчитываю, что в перспективе это будет возможно. И то, что занимается наше государство этим, это вопрос продвижения именно гуманитарных позиций. Потому что это значительно проще. Это не поле боя, где всё значительно сложнее. Это вопрос религиозный, можно называть, гуманитарный. Можно называть вопрос соблюдения норм этики или международного права. И, соответственно, развивать это можно. То, что какая-то попытка сейчас, возможно, реализуется, — это очень хорошо. Возможно, они сделают показательное какое-то место. И, как, например, Москалькова уже приезжала к военнопленным и заснимала своё посещение, и потом это распространяло в сетях, как будто бы всё хорошо. Конечно же, нас бы устроило, чтобы это было не просто образцово-показательный какой-то визит, а достаточно систематичный для того, чтобы выявить можно было положение, в котором пребывают наши военнопленные. Но в будущем я всё-таки рассчитываю, что это то, что возможно всё-таки сделать. Ведь обмены же происходят, соответственно, улучшить положение наших военнопленных — это возможно. И как раз-таки влияние международного сообщества было бы хорошо, чтобы это направило. Даже если бы, возможно, был обмен письмами и переписка с родственниками, это уже улучшило бы положение. Потому что постоянный контакт в виде телефонных звонков или писем — это не только психологическая помощь, психологические аспекты жизни, а ещё и контроль того, что, во-первых, военнопленный живой, а во-вторых, то, что он в хорошем, скажем так, хотя бы его состояние не ухудшается. Он либо не заболевает, либо его не избивает. Соответственно, контроль постоянный в виде возможности контакта с внешним миром, пусть даже письмами, он как бы улучшил положение. Конечно же, если визиты будут постоянным, если это будет постоянная миссия, это очень хорошо. Но даже если бы улучшилось положение с обменами письмами и звонками, как, кстати, российские военнопленные это право имеют у нас в плену, это бы уже был большой плюс и большое облегчение. Ну и содержание, конечно же, в российских военнопленных у нас совсем другое, нежели в Российской Федерации это всё фиксируется. Помните этот интересный случай, на что жалуются российские военнопленные, оливье им не поддают. Но тут, как говорится, сарказм с сарказмом. А те условия, в которых содержатся украинские военнопленные, какие самые вопиющие было за фиксированным нарушением? Ну, самые вопиющие, я считаю, это смерти. Когда в плену умирают вследствие пыток, либо других обстоятельств, которые проверить очень сложно, но почему-то все сходятся во мнении на том, что всё-таки это было либо специально подстроено, либо вовремя не оказали медицинскую помощь, либо убили. Соответственно, вот это самое страшное. Второе, наверное, это постоянное избиение, причём избиение, оно может быть регулярное, либо путём выбить показания. Ведь, как это ни странно, военнопленные наши, которые просто содержатся в плену, имеют меньше прав, чем те наши же военнопленные, которых обвиняют в совершении преступлений. Например, они там говорят, что совершили террористический акт, диверсия, или состоят в террористической группе. Вот как ни странно, у этих военнопленных, которым предъявили обвинение, немножко больше прав в том плане, что им разрешается общение с адвокатом и возможность получения передач и писем через систему российскую, но всё-таки. И, соответственно, такие лица, которые уже получили возможность общения с внешним миром, хотя их в серьёзных преступлениях обвиняют, но всё-таки у них появляется больше прав. Вот этот момент я бы обратил внимание. Ну и то, что мы видим, в каком состоянии возвращаются наши военнопленные, мы можем утверждать, констатировать, что они недоедают. По Международным конвенциям там чётко записано, что питание должно быть такое, чтобы не допустить потери веса. Соответственно, мы видим, в каком состоянии возвращаются, и мы можем говорить, что недоедание — это тоже элемент пытки, вызывает хронические заболевания. Ну и плюс, конечно, условия, то, что нельзя общаться с внешним миром. Ну, я бы даже сказал, это как бы инкоммуникада, то есть фактически изолировано от внешнего мира, они не знают, что происходит, не имеют доступа до новостей, но это тоже элементы нечеловеческого обхождения. Вот так я иерархию построил. Я как раз тоже хотела акцентировать внимание на измождённость наших воинов, которые возвращаются, а не являются ли голодовкой, это тоже пытка. Вы это очень хорошо объяснили, а ещё объясните, пожалуйста, как долго могут содержаться военнопленные, какие сроки для того, чтобы обменять, не нарушаются ли они, потому что я знаю, что и по два года, и свыше находятся в плену украинские военные, которые по полгода не видели яблоко, к примеру, говорят, вот они в мучительных условиях там находятся. Есть ли определённые сроки для того, что вот больше там такого-то срока не должны находиться в плену, должен произойти обмен? Ну, если вас устроит такой ответ, что согласно международного права гуманитарного, все военнопленные должны быть возвращены после окончания боевых действий. А те, которые обвиняются в преступлениях военных, ну, либо в других, до окончания срока отбывания наказаний. Однако мы видим по последним обменам, что даже те, которые были осуждены, они возвращаются. Вообще, надо объяснить, наверное, то, что такое плен. Плен — это как бы, это не преступник. Человек, который в плену, он просто изолирован от войска своего страны, чтобы он его не усиливал. И, соответственно, то время, когда идёт война, изолированные от войска люди, они находятся в плену. Но у них только ограничена свобода перемещения. Все остальные права у них есть. Теоретически могут быть даже права, которые связаны, например, получение материальных услуг, предположим, выдача доверенностей. То есть такие права должны быть. Поэтому, к сожалению, вот такие вопросы. Обмены — это всё-таки договорённости и не обязанность сторон. Да, но учитывая, что Российская Федерация не называет это войной, это какой-то там военной операцией, поэтому я и спрашиваю об этих сроках и тонкости вот эти юридические. Спасибо, что объяснили, Андрей. Спасибо вам большое. Напомню нашим зрителям. Андрей Яковлев — адвокат, эксперт регионального центра прав человека, управляющий партнёр адвокатского объединения «Амбрелла» был с нами на связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всём, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.